Рейд по тылам, общество. Рисунок к статье. 3 марта 2015 года 17.5, Игорь Андреев, текст фото-видео. Рейд по тылам Максим Калашников о методах борьбы за Новороссию тема, кризис на Украине. Недавно в Киеве официально сообщили о создании информационных войск. Как заявило Министерство информационной политики Украины, главная задача проекта – мобилизовать пользователей социальных сетей для донесения достоверной информации. В конце прошлого года за создание такого инфоспецназа высказался министр МВД Арсен Аваков, а примерно месяц назад министр Юрий Стец создал координационный центр блогеров, которые должны распространять достоверную информацию о ситуации на востоке Украины. И теперь за дело взялись на официальном уровне. Одновременно с этой новостью в украинском сегменте соцсетей появились инструкции. В частности, предложено создавать фальшивые аккаунты от имени жителей Донбасса и Крыма. Чтобы в дальнейшем вбрасывать в соцсети про киевскую пропаганду от имени жителей оккупированных регионов, которые будут рассказывать как бы из первых рук о зверствах террористов на Донбассе и тяготах жизни в оккупированном Крыму, разоблачать Россию, ополченцев и выражать страстное желание простых людей вернуться в лоно официального Киева. Пропаганда, включая изощренные формы, вероятно, самая гнусная и циничная, но и совершенно неизбежная часть любой войны. Однако пропаганда – лишь верх айсберга. О многих решающих событиях мы никогда не узнаем. Параллельно пропаганде, навязывающей публике образы добрых и злых героев, работают скрытые механизмы. Спецоперации. Спецслужбы. В России все чаще раздаются голоса, призывающие Кремль действовать по западному образцу, покупать иностранную прессу, политиков и даже боевиков. Демонстративно вмешиваться в чужие дела, и к черту приличные манеры. Как это делается? На вопросе свободной прессы ответил один из самых радикально настроенных российских публицистов, соавтор проекта Нерамир ТВ, политолог Максим Калашников. СП, Максим Александрович. Недавно украинский министр информполитики сообщил о создании информационных войск. Что может значить эта новация в нынешних условиях? Речь о системе массовой дезинформации, о применении информационного воздействия. Это пропагандистское оружие. СП, но ведь информационная война между Киевом и Москвой де-факто идет уже давно. Стоит лишь увидеть разницу в том, как события на Майдане освещались российскими и украинскими СМИ. Пропаганда, и все? Нет, не все. Если Украина действительно берется создать информационные войска, речь также о взламывании аккаунтов, сайтов, прочее, прочее. В целом, это нормальная война в инфосфере. СП, известно, что американцы этим занимаются очень серьезно на государственном уровне. То есть, стало известно, после разоблачения Санджа и Снаудина. Все подобные операции ведутся теневым способом. Ну, безусловно, теневым. Кто же такие вещи делает официально? СП, пожалуйста, пример. Украинский олигарх Игорь Коломойский официально спонсирует радикальных боевиков. Нынешняя эпоха отличается тем, что функции государства берутся на аутсорсинг. В том числе и силовые, на частный подряд. Это когда частные фирмы берутся за подавление восстаний, за охрану границы, например. В США уже есть частные тюрьмы, они у государства подряд берут. Это открытые сведения, у них это законно. В засекреченных спецоперациях все то же самое, только тайно. Сейчас эпоха скрытых действий, чаверет. Такое частногосударственное партнерство. В этом, кстати, нет ничего особо нового. Вспомните. Век операции Фрэнсиса Дрейка, пирата, английского корсара. Он выполнял не только морские операции, были и спецоперации, в том числе и партизанские действия в Латинской Америке. Тогда это делалось на частных началах, но в интересах государства. Королева Англии была пайщиком, акционером предприятий Дрейка. То же самое сейчас делается и на Украине, и в Российской Федерации, везде. СП, мы начали с информационных войск Украины, а сейчас говорим о теневых действиях, так сказать, реальной политике. Тем не менее, чего вы ожидаете со стороны Украины и со стороны России? Со стороны Украины все ясно. Что делают, то и будут продолжать. Со стороны Российской Федерации нужно все менять. Во-первых, нельзя отвечать только на уровни пропаганды. Я считаю, что РФ, отказавшись от молниеносного отсечения Новороссии весной, а потом летом 2014 года, сама себя поставила в жуткое положение. Мы сейчас на самом деле проигрываем борьбу за Новороссию. Нам бы реально надо их сейчас признавать, реально оказывать помощь, как Абхазия и Южная Осетия, отчасти как Чечне. Превращать эти республики просто в оплот и лучший, чем на остальной Украине, жизни. Восстанавливать там города. СП, вы говорите о признании ДНР и ЛНР независимыми странами. Конечно. Дальше, доводить украинскую экономику до краха. При этом, конечно, спасать российскую. Пиаром не заменишь реальных действий, экономика же сыплется. Если уйти в информационную войну и пропаганду и больше ничего не делать, Россия потеряет Новороссию. Мы получим ДНР, превращенную в Сомали, выжженную землю, которая будет Украину, наоборот, мотивировать на борьбу с русской агрессией, как они говорят, что угодно, лишь бы не русский мир. СП, в украинской экономике разворачивается сильнейший кризис. Украинские газеты, которые не заподозришь в симпатиях к Москве и Донбассу, и которые совсем недавно поддерживали президента Порошенко, предрекают коммунальный Майдан и какие-то еще Майданы. Короче, протесты. Причем не по политическим мотивам, а из-за нищеты. Заводы встали, шахты закрывают, гривна превращается в бумагу, цены взлетели в разы, зарплаты не платят, а сато возвращаются раздраженные солдаты, увидевшие, что это за война и что это за власти. Да, такая опасность у них есть. Но как мы знаем, во всякой революции, кроме общего недовольства масс, без которого ничего не сделаешь, нужны еще организующие силы, руководящие центры. Центры, способные вбросить деньги, медиаресурсы, которые могут подвести палатки, биотуалеты, оружие и прочее, прочее. Которые могут профинансировать в нынешних условиях Украины еще и полевых командиров. Как это было на втором Майдане, когда в итоге свалили Януковича. Работал Запад вместе с украинскими олигархами. Если сейчас украинский олигархат не пожелает новой революции, а я читаю украинские деловые ресурсы и вижу, что они этого не хотят, то, скорее всего, поостерегутся организовывать еще один Майдан. СП, сейчас речь о стихийном Майдане. Еще раз говорю, стихийный социальный протест срабатывает, только если он хорошо организован. Если люди будут сами организовываться, это будут маленькие локальные выступления. Для того, чтобы был Майдан, который снесет режим Порошенко, нужна активная политика самой России. Это зависит от эффективности ее спецслужб, не только официальных политиков. То есть сейчас надо бы выходить на негласный контакт с полевыми командирами, предлагать финансирование. Ну, вспомните, как англичане делали, как они финансировали революционеров здесь, в Российской империи, как западные спецслужбы наших демократов финансировали. СП, по модели поддержки полезных идиотов, да? Я бы не стал надеяться, что Майдан сам собой случится. Между прочим, отдадим должное пропаганде на Украине, антироссийская ненависть там раскалена. Я даже по одноклассникам одесским вижу, по сокурсникам, даже в Одессе, сравнительно аполитичной, и то настроение против агрессоров из России. Так что да, придется играть и с крайне несимпатичными силами. СП, если я вас правильно понимаю, вы предлагаете делать то, что все эти годы активно делали западные спецслужбы. Да, совершенно верно, надо делать то, что делали американцы. И Советский Союз занимался подобными вещами. Кстати, когда нужно было в нужных нам странах провести перевороты, мы тоже использовали такие вещи. Американцы не придумали ничего нового. Просто они это делают, а мы нет. Российская Федерация упускала Украину 20 с лишним лет. Баклуша била и занималась черт знает чем, в основном, своими коммерческими делами. А антирусские украинцы работали, Запад работал. СП, я слышал такую точку зрения, что РФ в течение этих 20 лет вела себя, так сказать, порядочно, как раз в соответствии с модными на международной арене тезисами о демократии и невмешательстве. Ну, максимум, крайне деликатно влияла иногда на Украину, да и то лишь, чтобы газ не воровали. В политике нет порядочности. В политике нет демократии. Это риторика, чтобы оправдаться. В политике есть только твои интересы. Я историк, смотрел множество исторических примеров, как делается политика. Политика не терпит никакого рыцарства и порядочности. В политике минус цель оправдывает средства. СП, забавно, что политики постоянно апеллируют к порядочности, например, обвиняя друг друга в непорядочности. Лично меня давно не интересует, что там говорят. Меня интересует то, как реально делается политика. Я просто восхищен, как Запад поступал на Украине. Многолетней массированной обработкой мозгов оторвали ее от русского мира, понимаете? Возвеличивали бандеровщину, накалили антирусские настроения. Как это удалось? Внушили украинцам, что они другой народ. Прекрасно внушили, между прочим. Я уже смотрю, какие пошли словечки в их рече. Даже на их деловых сайтах, там словарный набор, отбрасывающий к идеологии речи посполитой. Веков. Они то не стеснялись. Они прекрасно знают, что в политике нет понятия порядочности. Там все позволено. Все, что служит успеху. И они поработали. Промыли украинцам мозги великолепно. А Российская Федерация тем временем замкнулась на себе. Ее элита занималась своими коммерческими интересами. Украину она упустила. А на Украине через тысячи членов неправительственных организаций шла обработка. Размещение людей, создание лагерей и подготовки. СП, вы обладаете точной информацией? Конечно, давно уже. Я с правыми нашими, русскими националистами, знаком давно. Так они полгода назад говорили мне с завистью. Ты посмотри, в каких условиях работают украинские националисты. Господи, у них и деньги есть, им помогают. А Российская Федерация настолько давит. Запад их все это время взращивал. Понимаете? Мне ребята в Донбассе, в 2009 году я там был, говорили, на западе Украины вовсю работают лагеря подготовки, а мы тут крохи получаем, не готовы, если придутся мастины из запада, они же нас будут резать. Вот что мне говорили еще осенью 2009 года. И видите, так все получилось. СП, значит, вы считаете, России следует более активно вмешиваться в события на Украине? Конечно, иначе мы потеряем Новороссию. И пора признать, Россия там до сих пор ничего не делала, давно пора начинать. Фото, Григорий Федоров слештас.